Тема доклада «Способ образования фрактального электрического тока». Ну, обычный ток течёт по поверхности, все знают в мире. И цель была у меня выделить слои внутри любого проводника магнитными средствами для того, чтобы электрическая нагрузка была фрактальной, многослойной. И цель, конечно, конечная – это фрактальность любого электромагнитного или акустического излучения. В народе её называют мягкостью, мягкость излучения. Современный звук, он жёсткий в своих любых акустических системах. Моно, стерео, квадро, в объёмных системах. Вот, во всём мире. Акустика стоимостью там трёх тысяч, трёх миллионов долларов, она приближается процентов на пять к мягкости. А любой природный звук – гром, шелит листьев, журчание там ручейка. Это абсолютная мягкость, но в строго определённых, конечно, условиях при давлении. Ну, там есть ряд условий, при которых эта идеальность, она будет реальна. Я обратил на это внимание, когда работал вместе с Голоковым, с 1981 по 1991 год, потом мы разошлись. Он делал акустику стоячих волн, но звук был жёсткий, и его не очень хорошо было воспринимать жёсткий звук. А для того, чтобы он был мягким, потребовалось создать сначала фрактальное электричество, а затем на основе специальных магнитных преобразователей, а затем уже различные виды электрической нагрузки. Началось всё у меня с анализа магнитных аномалий, так как мы работаем на динамике магниты. Вот в электрическом проводе в токе существует магнитная составляющая всем известные законы, обычные и Фарадея, амперы и так далее. И заинтересовался в 80-х годах магнитными аномалиями. Магнитные аномалии чем интересны? Есть магнитные поля Земли, север-юг и так далее. А есть и обратные ходы в различных зонах земного шара. Шесть основных магнитных аномалий вы знаете. Самое интересное то, что при перемене магнитных полюсов, считается специалистами, которые изучали магнитные аномалии, сам переход, примерно магнитный полюсов, будет осуществляться через магнитные аномалии. А раз так, то поступает фундаментальность самих магнитных аномалий. Через них они все, по моему мнению, объединены на земном шаре. С другим каким-то типом излучения или магнитной составляющей. Пример. Как это можно найти аналогично в рукотворных изделиях? Обычный кольцевой магнит. Вот крайний. Черненький такой. На любом объекте магнитосодержащем силу выплатки самого металла, силу системы иономагничивания и степени рыхлости, и степени направленности внутренних магнитных доминов в самом магните, можно выделить единственную линию в любом магните. Только с одной стороны. Она идет от края магнита до середины, в котором присутствуют прямые и обратные магнитные составляющие. То есть север-юг, север-юг, юг-север. То есть здесь еще интересная вещь, что происходит не просто удвоение магнитного поля, а представление магнитного поля в целом магнита вне зависимости от его полюсов. И благодаря этому увеличение степени организации магнитного поля на очень маленьком участке. Ну, в спокойные дни магнитные она до 4 миллиметров расширяется на 5-сантиметровом магните. А когда магнитная буря суживается до миллиметра... У меня просто тысячи экспериментов проведены с 92-го года. А потом, когда много лет назад перешел на неодельные магниты, там тоже самое вот в сплошных магнитах, те же самые линии и посередине они выделены, двойственные. Для чего нужны вот эти магнитные аномалии? По ним мы делаем строго определенные витки проводом. Один провод и сречный второй. Для чего это нужно? Затем перпендикулярные витки. Тем самым мы наводим первый этап. Есть просто много последующих зенев, я их пропускаю. Описание полное в книге есть. То есть это как бы ступенька к построению магнитных преобразователей фальтального электрического тока. Так сложно их объяснить просто. Есть еще... Кроме этого, я пользуюсь моделей стоячих волн, стоячих в акустических волн, которые предложил Борис Михайлович в 79-80-х годах. А суть системы равнообъемных консистерических сферических слоев. Но каждый слой, следующий слой, он отстает на какой-то угол, угол смещения. Угол смещения считает 360 градусов на номер слоя. И получается такая спираль. В одну сторону, если мы рассматриваем прямую последовательность, она здесь есть, или обратную последовательность от края, потому что взаимодействие любым объектом в системе стоячих волн начинается с границы, а не с центра. Но получается здесь пульсирующая сфера. Если возвратиться обратно к электричеству, есть ряд работ, на которые ссылаются там, которые представляют электрический ток как пульсирующий ток. И в центре возникает... То есть, вот первая картинка, это стандартная, то, что есть в учебниках, вузыске, в школьниках, в научной литературе. Это как бы вот совмещенные этапы в правом верхнем углу и в левом нижнем. Это одно и то же, в принципе, это... Просто, чтобы проще было воспринимать зрительно, они отдельно нарисованы сводящиеся, разводящие три. И конечный итог прохождения электричества, трактальный итог, то есть идет пульсирующая сфера внутри самого проводника. Вот эти магнитные преобразователи электрического тока, раньше они были большие на постоянных магнитах, несколько лет назад в переходе на неодимовые магниты, просто их цена уменьшилась, раньше были дорогие, их было не купить. Это можно было делать еще в 90-х годах, но все, деньги упираются. Они сейчас маленькие. И благодаря этому любая электрическая нагрузка, вот, она предстает мягкой и фрактальной. Как это можно... Есть множество закономерностей сразу. Во-первых, данное представление магнитного поля фрактального, оно... Его нельзя компенсировать обычным вселеноидом. Вселеноиде нет, вот это, то, что Остриков называл там пляжкой, балжем, вот. А здесь балжи растянуты по всей оси динамика, постоянного магнита. То есть обычными вещами не воспроизвести. Дальше, если вот акустику взять, и данный преобразователь ставить на акустических системах, вот обычный динамик там, стандартный, вот, динамик с магнитным преобразователем, то всегда идет повышение частоты вверх. Повышение частоты вверх. То есть динамики написаны там 15, 18 кГц, 20. Ну, стандартные ширпотребовские динамики. Вот, ориентируясь специальными магнитами и преобразователем соотношение основного магнита и катушки, вот, минимум 30-40 кГц из любого динамика получить элементарно. Ну, в специальных акустиках тоже ширпотребовские динамики, вот, из радиоприемников, там 20 кГц маловероятные будут. Я довожу до 50 кГц, тоже преобразователь, и взаимосвязь между магнитными системами каждого динамика. Есть 6 динамиков. Для чего это нужно? А сначала, значит, возможно, то же самое в электричестве, но по-другому, вернее, в свете, в электромагнитном тепловом и световом излучении. Там после преобразователей направленность идет не в сторону увеличения частоты, а в сторону уменьшения частоты, увеличения длины волны. Ну, вот, например, обычно стандартная лампочка горит. Свет жесткий, и он плохо воспринимается, ну, режет глаза. Интенсивность большая. То же самое через преобразователь. Свет уже мягкий, фрактальный, и он не режет так глаз, как тот свет. Но это надо просто спокойно атмосфере сравнить на обычных электрических лампочках. Это мы используем в реабилитации. И все, что я делаю, 23 года используется в клинической практике. Звук, свет, тепло, изображение. И благодаря этому появились принципиально иные способы для лечения людей. Мягкий свет там. Если свет обычный, жесткий, ну, на всем мире принятый, он нейтрален, безотносительно к людям, он не воспринимается. Алексей Федорович Вольфов в 30-м году очень критиковал этот электрический свет, который таким же остался, что он бездушный. Это свет американского империализма, там, сказать. Он не несет в себе ничего человеческого и теплого. В отличие от пламени костра, в отличие от свечки, от солнца и так далее. А здесь, кстати, появилась возможность сделать мягкое, доброе сечение, которое взаимодействует с человеком, как бы реагирует на человека. Вот это есть антропометричность, введение чертов, сами преобразователи магнитные. Вот, и благодаря этому свет и звук там, ну, вот, например, звук я продемонстрирую, чтобы реально было. Обычный звук жесткий. Он слышен так немножко, потому что здесь мощность небольшая. Жесткий звук – это стандарт во всех акустических системах. Теперь тот же самый звук, но мягкий. Через пропущенный, через преобразователь. Он совершенно другой. Он нефть, он как живой. И проникает обычный звук. Меньше процента проникает, 99% гасится на поверхности кожи. А этот звук, по-моему, проникает сквозь тело. Если подсоставить систему стоящих фон, вот, она наиболее объективная, более природная, монофоническую, и добавить туда преобразователи на основе них, то люди не различают. Мы, я уже 23 года, такие системы делаю, где реальная птичка поет, а где звук такой живой. Он живой, он реальный. То же самое я научился делать в цифре. Вот, в цифре. А, это, значит, по отношению расширения спектра посредством преобразователя звука в высокочастотную сферу, а свето-тепла в низкочастотную. Вот одно из устройств, обычные электрические лампочки. Вот через преобразователь электрического тока, который справа там, вот, можно, ну, обычная лампочка где-то 600 нанометров там, а не дольше тепловой они идут, там 600, 500, 600, 700 нанометров. Можно догнать до полутора тысяч. Если использовать инфокрасные, там, тысяча нанометров, там, то можно довести до трех тысяч нанометров. Вот, это элементарно. Любые лампы, то есть, увеличить длину волны. Обычные, серийные, которые продаются в магазинах. Просто они дешевле, инфокрасные диоды, они дорогие, широкополосные, я имею в виду. Вот. А на базе преобразователей можно сделать много вот этих закономерностей, много всяких там удивительных ртсов. Вот левый верхний преобразователь на 15 киловатт, он два года стоял в сауне, а сауна, вы знаете, жесткое тепло, оно не проникает в тело, и в сауне моются просто без выходности, а нормальные люди ходят в парилку на дровах. Так, два года стоял в сауне, и мужики, опытные банщики, которые там через все прошли, по 30-40 лет парятся, они говорят, тепло абсолютно мягкое, как в бане на дровах. То есть можно такое тепло получить. У меня в центре города сауне стояло 2007 по 2009 год. И различные преобразователи, свет, звук, тепло, разные эффекты можно получать на этой основе. Сама словистость, она есть еще в истории культуры, очень древняя, больше 2000 лет. Акустика сама, она самая разная, за 24 года звучит мягко, объемно. Здесь фотографии, на фотографиях видно. И для того, чтобы ее полно использовать для здоровья, вот в 1992 году я сформулировал стокастический резонанс для обычного слышимого звука. Это значит, у нас же есть шум земли, мы не в безвоздушном пространстве живем. Этот шум земли представил многоиерархического фрактального фликера шума в 1992 году. И на основе специальных генераторов цифроаналоговых в то время еще этот шум, он чуть-чуть ниже порога опускался, а тоже в объемной акустической системе, типа этой там. А второй сигнал уже звуки музыка, звуки природы, песнопения, песнопения, Он в обычных акустических системах воспроизводился. И за счет стокастического резонанса, проникновения голоса и любых звуков 100% идет. И благодаря этому осуществляется музыкальная терапия, чем я занимаюсь более 40 лет, почти полностью, обезболивание, радикулитные, стокандрозы, там массажисты, как класс, можно их переквалифицировать, шум фрактальный, он сейчас звучит, или-или там слышно, а сила какая? Около позвоночника поставить, полчасика и боли нет. Остеистые отростки сами входят туда, ибо резонанс позвоночника здесь учитан, вот 78 сантиметров, а резонанс костей и сопочинение скелета, он здесь справа, все эти соотношения есть, они заложены и в преобразователь, и в звук, мягкость его, фрактальность, и сами подходы. То есть, оказывается, все это можно делать. И большинство заболеваний, по версии международной классификации заболеваний, около 60-70% заболеваний лечатся сразу. Кроме вирусных, вирусные очень долго лечатся, поэтому Тесла, он пользовался аналогичным высокочастотными, высоковольтными приборами электрическими, вы читали об этом, но избегал чего? Вирусов, боялся их. Поэтому частота, плотенцы, прочее. Вот, у нас в клиниках до сих пор аппаратура эта осталась, в различных, в военной медицинской, в пирамиде, в различных. А работающий центр, один из таких, официальных, это около Лавры есть ортопедический центр, там последние несколько лет на этой аппаратуре большинство заболеваний, народ пожилой, по 2-3 заболевания, все лечится. Экспертизой я занимался с 1984 года по 1991 акустикой вместе с Глоковым, и экспертиза это институт психологии, институт физиологии имени Ухтонского немножко, военно-медицинская академия, психфак, а с 1992 года уже полностью комплекс стал проверять в институте физиологии Ухтонского лет 7-8, потом военно-медицинская академия на кафе морской терапии 1997 по 2004 год, и в тюрьме работали, и в спортивных центрах, где только они не работали, 16 экспертиз колоссальных, больших, я в сокращенной виде их в интернете много лет назад сформулировал, там 90 страниц, а там несколько тысяч страниц, клинические результаты по воздействию шума, это самые стоячие, мягкие, акустические волн, то есть практически все лечится, надо просто желание, возможности, вот такие комплексы я продаю давно, как преобразователи, потому что электрочайник взять, вода скипяченая на электричестве и вода скипяченая на костре, вы сами знаете, разная вода, так эту же воду можно дома получить, подключить, ну и 2-х киловаттник, можно побольше сделать, на 5 киловатт, и тогда вода в чайнике будет такая же кипяченая, с мягким теплом, такая же, как на костре, то есть многослойный, прочий, это все можно делать, то есть проблемы, многие проблемы решаются, вот стокастический резонанс, который в 92-м году сформулировал этот сигнал и шум, ну сейчас, раньше мы использовали ламповые, транзисторные усилители, приемники, а сейчас пришли на цифровые, появилась возможность изменить структуру импульсов в приемнике, в любом устройстве, вот, например, шум, источник звука, аналога, цифровой, усилитель низкой частоты, и, а, вот, а, вот там, вверху шум, там, магнитный преобразователь, который создает фрактамиц в электрическом токе, затем генератор, там фотографии генераторов аналого-цифровые есть, и акустический излучатель, то есть динамики стоячих волн расположены, и там такой же магнитный преобразователь, как и в начале, и от первого последних года избавился, благодаря неодинным магнитам, во-первых, изменил импульсы в самом аккумуляторе, в любой батарейке, можно после магнитного ломания совместить с притеканием гранит на самом аккумуляторе, то количество импульсов возрастет. Дальше, в ЦАПе, в микросхеме, при определенной ориентации магнитной аномалии расширяются частотные характеристики ЦАПа верхней частоты, и больше увеличивается импульс с точки зрения глубины звука. Это давно мы уже используем, такие комплексы люди пользуются, выздоравливают, и так далее. То есть у меня везде приложение утилитарное, так что, как бы обычное, это можно сделать. И много-много других различных устройств. А так как есть расширение для звука в высокочдотную часть, для свето-тепла в низкоочдотную часть, здесь возможности, они безграничны. Самому преобразователю очень интересное устройство, оно само имеет. Там возникают мощные индукционные итоги, вот индукты. Если нагрузка активная, нереактивная, то количество индукционных токов возрастает. Если нагрузка реактивная, то реактивная мощность здесь налевая. Интересная вещь. То есть стоячие волны, их много групп, они как бы взаимопереходят друг друга сюда. За счет этого можно получить дополнительную электрическую энергию. Я получаю пока немного, 5-10%. За счет повышенной индуктивности, за счет магнитов, расположенных по магнитным аномалиям, возникают дополнительные снаи электронные, вышибаются, и можно получить дополнительную электрическую мощность. Больше я делать не хочу. Почему? Я хочу жить спокойно. Судьба всех изобретателей. Популярно свои лекции позавчера рассказывал. Мне хотя бы дожить, потому что у меня дети малые и большие, а большие, у меня второй брак. Вот. И женился на женщине, которая не может иметь детей. Этот комплекс плюс потерковление. Женщина стала пригодна для беременности. Вот. И родились еще двое маленьких. У меня два старших сына, три внучки и два маленьких. И пять лет, и девять лет. Если кому нужно, пожалуйста, обращайтесь для увеличения потомства. Да. То есть, и так многие семьи, вот, с Божью помощью через нас все это делали. То есть, оказывается, все можно получить. Было бы желание. Вот. Очень много работы, конечно. Такой. Работа, она вся. А, вот, последний, то же самое, простами, электрического тока. Или мягкость. Звука, света, тепла. Можно сделать в цифру. Просто и вот цифровые закономерности перенести уже в электрические закономерности. Вот, например, аудиограмма любого звука там. А внизу, вот там, фрактальный фликер-шум. Но я его заменил акустической плазмой в последние годы. Потому что фрактальный фликер-шум многослойный. Вот. Если перевернуть и совместить, получается плазма акустическая. Ну, которую мечтали, которую ищут. Она реально работает. И она представляет земной шум. У меня в интернете фильмы вышли там с этим земным шумом. Лампочка. Усилитель обычный. Но мы старый усилитель используем. Вот. И лампочка горит с этим шумом. И он как живой природный источник. То есть этот шум можно увидеть. У меня приятель на компьютере работает там сутками. Обычный клерк-офис. Вечером приходит, включает лампочку эту. Минута две и зрение нормальное. Усталость зрения снято. У меня в 91-м году было 3,5 единицы. В 95-м единица. Очки были. Что я сделал? Ничего не делал. Я сделал пленку. Облучил стоящими акустическими волнами. Поставил на компьютер и на телевизор. Обычная работа. Без всяких тонировок. И через год-два зрение постепенно восстанавливается. То есть для плюсов зрение восстановить элементарно. Средства минимальные. А по минусам там немножко другое уже. Но это... А вот здесь то же самое. Я микширую любой источник вот этой акустической плазмы на десятитысячную долю по амплитуде. Иногда плитудно-фазовую. Потом, сохраняя вот эту десятитысячную, образуется фазовый двиг общий. Неконкретный. Благодаря сотням тысяч таких операций образуются импульсы до миллиона. Один, два, три миллиона. Сейчас достигнут четырех миллионов импульсов в шамом звуке. И теперь проблема воспроизвести его. Мы уже специальную акустику с преобразователями. Вот. Направленность разная. Сейчас мы увлеклись там додекаэдры делаем там акустические. Но это не принципиально. А раньше делал октаэдры. Вот. Акустические. Большие, маленькие. Вот пример. Первая, третья картинка сверху – это октаэдры. То есть два цитраэдра друг друга. Они внутри синфазные, а по отношению друг к другу в противофазе. Звук колокола такой, что вот эти стенки здесь нельзя пользоваться, потому что звук проникает сквозь стенки. Но только в старых домах еще можно такую систему иметь. А я живу в Блочном, мне такую систему нельзя иметь. Соседи посадят там. Вот. Вот. Мужчата. То есть, в принципе, все можно делать. Было бы желание. И проблема единственная. Нет государственной поддержки. Куда бы я ни обращался, денег никто не дает. На работу не берут. А если кто на работу берет бы, я бы для них бы что-то сделал. Но запатентовано кое-что? Не дай бог. Во-первых, патент раскрывается в существовании изобретений, как пишут наши изобретатели. Через 2-3 дня эти изобретения будут произведены на юго-востоке Азии, которые не входят в патентную экспертизу. А плюс надо платить за патентную российскую, а за рубежом это сотни тысяч долларов. То есть, смысла от патента никакого нет. Для престижа. А мне престиж не нужен. Я нахожусь на гособеспечении. Получаю пенсию. 20 лет уже. Мне больше оно ничего не даст. Поэтому это для престижа. Кому нужно быть академиком, в правительстве, руководстве организации, им нужны патенты. А простым людям с обычной кандидатской я делаю приборы и продаю. Проверяю, есть экспертиз, есть документы множество. Я же с собой в могилу не потащу все эти дипломы. Дети старшие, они... Образование есть, работа есть. Миллионов мне не нужно. Слава Богу. На корочку хлеба государство себя даст. И мне, и детям. Все. Если вопросы есть, можно сейчас, можно после. На моих дисках... Перерыв на чай. Здесь звук идеальный по выражению сердца звука. По акустике. Абсолютно мягкий. Их слушать тихонечко. Даже не слушать. Это для сопровождения вашей жизни. Они вам здесь продаются. Я их в магазинах 11 лет продаю. Отзывы потрясающие. Потрясающие. Там, кстати, женщина подходит. Через три года покупала у меня на выставке. Говорит, ребенок плохо засыпал. Встал ли по вечерам. Через неделю-две он стал спокойно засыпать. Обычные фрактальные мягкие звуки, которым все пренебрегают. А с тремя так жесткой аппаратуре. Там дорогой, там сотни тысяч рублей. Этого не надо. Когда можно за пять-десять все сделать.